Руководители Самарских частных детских садов обратились к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Причиной обращения стало действующее постановление о субсидиях для дошкольных учреждений, принятое 9 лет назад. Согласно документу, частные детские сады получают бюджетные средства на оказание образовательных услуг и на присмотр за детьми. При этом по постановлению частные сады не могут брать плату с родителей за дополнительные образовательные услуги, из-за чего такие действия стали рассматривать как мошенничество. Изменения этого постановления начали прорабатывать в городском департаменте образования, где создана рабочая группа. Мы прекрасно понимаем, что с тех времен, когда было принято данное постановление, прошло достаточно много времени, даже с учетом принятия последней редакции, последние изменения вносились в 2017 году. Мы прекрасно понимаем, что прошлый год подарил нам такой вызов, как коронавирусная инфекция, в связи с чем экономика поменялась. Мы понимаем, что изменения уже назрели и необходимы. Александр Хинштейн пообещал проработать вопрос с правоохранительными органами и обсудить изменения этого постановления с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и главой Самары Еленой Лапушкиной. С мэром депутат проговорит и место установки нового памятника в городе. Такую идею на приеме высказал директор оперного театра Сергей Филиппов. Он рассказал, что меценат Вячеслав Заренков за свои деньги хочет установить в Самаре скульптуру «Мир на земле». Композиция пропагандирует идеи добра и семейных ценностей. Конечно, здесь слово за специалистами, за архитектурой городской, которая должна предложить варианты, когда эта скульптурная композиция будет максимально органична, когда она не потеряется, а наоборот только украсит город. Еще одной важной темой приема стала газификация населенных пунктов региона. Поселки Зелененький и Молдогвардейский в Волжском районе будут внесены в инвестиционную программу, которая реализовывается до 2024 года. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.